Добрый день! Добрый вечер, точнее, уже, друзья мои! Здравствуйте! Рада вас видеть. Здравствуйте! Это, я так понимаю, Леон и Моника. Вижу вас. Приветствую вас, мои дорогие! Машу всем! Всех приветствую! Всех поздравляю с предстоящим замечательным праздником! Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы так прониклись темой Дня Победы. Я смотрела ваши записи, вашу работу над стихами. Очень много проникновенных работ. Вот. Понятно, что эта тема очень сложная для вас. Она далека. Вы никогда не могли пройти все эти ужасы, да, и невозможно их ни с чем сравнить. Но каждый из вас может найти что-то такое очень драматичное в своей жизни. Конечно, это не сравнимо с войной, но эти вещи нужно копить в себе как актеру и помогать себе в стихотворении, в прозе, о войне, помогать себе переживанием вот этих драматичных моментов. Копите в себе это. Я вам говорила в прошлый раз о том, что актер на протяжении всей своей жизни копит свои впечатления, потому что роль он делает из себя, безусловно. Ему дается текст, но он наполняет ее своими переживаниями, наполняет текст автора своими переживаниями. И вы можете взять только из своего опыта. Понятно, что вы 75 лет назад, никто даже не предполагал, что вы будете жить на этом свете, правда? 75 лет, когда закончилась война, когда вот этот День Победы состоялся, великий для нас день. Но вы можете помочь своему актерскому дарованию, именно своими впечатлениями, драматичными впечатлениями из своей жизни. Потому что у каждого из вас, простите, моя собака, собака что-то там возмущается. Вы можете помочь своему исполнению своих стихов, вашей прозе, именно наполнением своими внутренними переживаниями. Поделиться со зрителем, подложить свое внутреннее что-то такое драматичное. И, конечно же, война – это самая драматичная тема в жизни людей, да? Это самая страшная тема. И именно нужно брать что-то такое самое-самое драматичное из своей жизни. Для того, чтобы зритель поверил вам, поверил вам в то, что вы чувствуете эту тему, что вы вкладываете свою душу. Зритель это обязательно увидит, если это будет идти из души, если это не будет внешнее, понимаете? А именно будет подкреплено внутренним. Поэтому, друзья мои, это маленькая такая вступительная часть. Я очень рада вас всех слышать. Точнее, слышать я буду рада вас видеть. То есть, буду рада. Но я очень рада вас видеть, приветствовать вас. И я с радостью жду от вас ваших выступлений, ваших исполнений. И с радостью поделюсь с вами своим опытом. И помогу, надеюсь, вам своими советами. Поэтому прошу, кто хочет подсоединиться. Так, вот я вижу Анюта Калинина. Первый наш исполнитель. Собака замолчит, да? Сейчас замолчит. Здрасте! Здравствуй! Здравствуй! Тебя зовут Аня? Да. Очень приятно, Аня. Сейчас я с братом путаю. Нет. С братом будешь? Ага, нет. Нет? Да. Саша. Ань, ты нам установи как-нибудь так телефон. Ладно, Саша не хочет. Ну, ничего. Ань, ты установи как-нибудь так телефон, чтобы он был в стационарном положении. Чтобы мы тебя спокойно видели. А то все это вот колышется, как будто у нас землетрясение. Мы сейчас все подумаем, что у нас еще и землетрясение. Плюс к нашему карантину. Поэтому, пожалуйста, давай установим телефон. Так, чтобы было тебе удобно читать. Что ты хочешь нам почитать, дорогая? Я хочу прочитать... Цыплят. Мишку. А можно поставить телефончик, Ань? Потому что нам очень сложно так за тобой наблюдать. Понимаешь? Я тебе помогу его держать. Да, лучше поставь, так как перед этим было. Вот, вот это совсем другое дело. Спасибо большое. И больше не трогай. А вот так. Ой-ой-ой. Все, теперь мы успокоили. Землетрясение закончилось. Мишка. Подожди, настройся. Сейчас ты только что улыбалась. Я потом скажу одну важную вещь, как входить в стихотворение. Нельзя просто так. Анют, Анют, не отвлекайся тогда, дорогая. Либо ты закончишь там все технические свои нюансы. Успокойся. Выдержи паузу для того, чтобы начать. Настройся на то, о чем ты будешь читать. Пожалуйста, подумай. Собери внимание зрителей. Это очень важная вещь. Если ты взяла паузу, мы настраиваемся на то, что ты нам будешь читать. Мы смотрим на тебя. Твоя энергия нас привлекает для того, чтобы мы тебя слушали. Поэтому не забывай об этом. Не торопись. Красотка на вонюшку удержала девочка в рассушенной спе. Не плачь, не плачь, заманитая тара. Полстухаря оставила тебе. Снаряды полетали, взрывались, смешались с кровью черная семья. Был дом, была семья. Теперь остались только одни на свете. Ты и я. А с отелевьями рощи отремилась. Паршина чуточным окнем. И смерть летала с ловой птицей. Ништанной приходила в дом. Ты слышишь, Миша? Я не плачу. И мне-то тут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу. За то, что наши сосенки горят. А в тишине свистили пули. Свонка. Сапыла. Хорошо, Анют. Хорошо, спасибо тебе большое за то, что ты... Сейчас мы с тобой поговорим, дорогая. Только оставь телефон, пожалуйста. Как-нибудь сядь так, чтобы ее на тебя видели. И мы с тобой поговорим об этом стихотворении. Хорошо? Спасибо тебе большое. Очень хорошее стихотворение. Оно о детских переживаниях. Это правильно, что ты взяла... Мне, Анют, так дело не пойдет. Давай установим телефон. Пожалуйста, успокой его. Пожалуйста, хорошо. Мы не сможем хорошо поговорить. Попроси, пожалуйста, братскую, да, бебе. Попроси его, чтобы он... Да, все, отлично. Потому что он тебе таким образом мешает. Это же важный разговор, правда? Хорошо, что ты выбрала стихотворение о детских переживаниях в войне, да? То есть это тебе близко. Ты это можешь понять. У тебя наверняка есть тоже какая-то любимая игрушка, да? Ты можешь представить себе на месте этого мишки свою любимую игрушку, да? Что переживала эта девочка в тот момент, правда? Теперь вот такой вопрос, Анют. Скажи, пожалуйста, а как давно ты выучила это стихотворение? Ну, почти недавно. Почти недавно. Вот это чувствуется, Анют. Поэтому очень важно. Знаешь, есть такой термин у профессиональных актеров. Текст должен быть в ногах. То есть ты должна о нем вообще не думать. А сейчас ты все время думаешь о тексте. И он, конечно, это, конечно, тебе мешает выразить свои эмоции, свои чувства, да? И смотри, поскольку оно сырое, то есть недоваренное еще, недожаренное еще стихотворение, но сырое – это такой иносказательный смысл, да, имеется в виду, что оно еще не готово, не приготовилось еще это стихотворение. Поэтому у тебя нет цельности. Очень важно, это всех, конечно, касается, друзья мои, вы меня слышите, чтобы была цельная картина. Когда вы выучите стихотворение, да, вы должны понимать, что главное в этом стихотворении, к чему мы идем. То есть это называется кульминация. Слышала такое слово, кульминация? Нет? Не слышала? Нет. Вот я тебе сейчас расскажу. Кульминация – это самое-самое главное предложение во всем этом стихотворении. Самое-самое главное или самое главное событие в этом стихотворении, понимаешь? Вот оно должно быть только одно, это событие. Тебе нужно найти там, что самое-самое главное. Почему я это говорю? Потому что сейчас, поскольку ты не очень хорошо его знаешь, стихотворение, не очень хорошо его присвоила себе, у тебя все главное. Все, 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 все. И мы не понимаем, о чем стихотворение, понимаешь, дорогая моя? Ты вот его подучи и найди там, когда ты его несколько раз прочитаешь, вот эти переживания девочки к себе приблизишь. Тогда ты поймешь, что в этом... Должно быть одно главное, то есть одно предложение главное. Не все-все-все главное. Не может такого. И к нему надо двигаться как по лестнице, наверх, наверх, наверх. И вот это главное. Вот я сейчас, смотри, я сейчас, когда говорю с тобой, да, у меня не все главное, я вот это как-то, я там замедляю темп, да, и так далее. А потом я выхожу к самому главному, да, вот я тебе показываю, да, именно. И вот так должно быть и в стихотворении, дорогая моя. И, конечно, когда ты читаешь стихотворение, тебе его надо подучить так. Всегда нужно относиться к этому стихотворению, как будто это ты написала. Вот именно ты это написала. Это тебе принадлежит. Твоя история. И тогда ты поймешь, когда ты... Надо проанализировать его. Оно у тебя очень хорошо получится. Это точно. Вот. Но тебе его надо подучить, еще раз разобрать, что вот все это стихотворение вместе можно прочитать про себя, подумать. Что же самое-самое главное в этом стихотворении? Одно предложение. Ты же знаешь, что такое предложение, да, Ань? Да. Да, конечно, знаешь. Вот. Вот ты найди там, что самое главное, точка, вот эта самая вершина этого стихотворения. Только она одна должна быть выделена. Понимаешь? И постепенно, знаешь, к нему так двигаешься, 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 как будто бы по лестнице наверх, наверх, наверх. И вот тут ты сказала, главное. А потом опять назад и закончила. И тогда будет вот такая история, понимаешь? Она будет понятна о чем. Понимаешь, моя дорогая? Ты меня поняла? Да. Поняла? Скажи, пожалуйста. Да. У тебя вопросы какие-нибудь есть? И задавай. Честно задавай. Я с удовольствием отвечу. Нет. Если ты что-то не поняла из того, что я сказала, обязательно спрашивай. Ну, нету. Нету. Ну, я тебе очень благодарна за то, что ты первая. Ты молодец. Стихотворение хорошее. Кто написал стихотворение, ты знаешь? Нет. Вот это хорошо бы знать всегда, конечно. Понимаешь? Для профессионального актера обязательно нужно знать. Вот. Так что ты его подучи, разбери, проникся в него, да? Присвой его себе. Представь себе, что это я рассказала. Представь. Знаешь, внутренне придумай, как эта девочка, да, сидит с этим мишкой, как это все. Можно нарисовать, понимаешь, чтобы увидеть всю эту картину. И тогда ты поймешь, когда ты почувствуешь, что чувствует эта девочка, ты поймешь, что там главное. Понимаешь? И подучи. Договорились? Спасибо тебе большое. А можно, пожалуйста, а можно сейчас Прата подключить, Сашу? Саша тоже хочет прочитать, да? Да, по моему под телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Саша. Да. Очень приятно. Ты хочешь прочитать нам что-то? Да. Давай. Я хочу прочитать соло детского голоса. Последние свидетели. Называется. Да, установи телефон, пожалуйста, хорошо? Вот Аня, вот как Аня там, поставить его лучше. Потому что у нас все это вот так мазается, и нам очень сложно тебя слушать. Спасибо. Всю войну я думал о маме. Маму я потерял в первые дни. Мы спим, а наш пионерский лагерь бомбят. Выскочили из палаток, бегаем и кричим. Мама, мама! Меня нянечка за плечи трясет, чтобы успокоить. А я кричу, мама, где моя мама? Пока она меня к себе не прижала и не сказала. Я твоя мама. У меня над кроватью висели штанишки, белая рубашка и красный галстук. Я их надел, и мы пошли пешком в Минск. Многих детей по дороге встречали родители. А моей мамы не было. Вдруг сказали немцы в городе. Повернули назад. Кто-то мне сказал, что видел мою маму. Мама убитую. Тут у меня провал в памяти. Как доехали до Пензы, не помню. Как меня привезли в детдом, не помню. Чистые страницы в памяти. Помню только то, что нас было много. Спали подвое на одной кровати. Если один заплачет, то и другие плачут. Мама, мама! Один раз идем из столовой, а мне дети говорят, приехала твоя мама. А у меня в ушах твоя мама. Твоя мама. Несколько дней я боялся подходить к маме. Она плачет, идет ко мне, а я говорю, не подходи. Мою маму убили. Я боялся. Боялся поверить в свое счастье. Все, да? Да. Да. Спасибо тебе большое. Кто написал это, ты знаешь, Саша? Нет, это истории ветеранов. Да, очень интересно. Но все равно у ветерана, конечно же, есть фамилия. Хорошо бы, конечно, всегда помнить. Саша, ну это очень драматичная история. Замечательная. Я чувствую, что тебе она близка. Ты, конечно же, как все мы, любишь свою маму. Она для тебя очень важна. Она очень сложная, трагичная эта история, правда? То, что пережил мальчик, да? Сначала ему казалось, что мама умерла. То есть это страшные переживания. Смотри, что тебе поможет, Саша, это читать так, что у всех будут мурашки по коже, да? Что все почувствуют это. Ты сейчас очень торопишься. Ну. Смотри, я тебе сейчас расскажу, подожди. Я сейчас подскажу. Смотри, подскажу. Если ты мечтаешь о том, чтобы это было профессионально, чтобы это было здорово, запиши себя и послушай. И ты поймешь, что ты торопишься. Всегда очень важно услышать, что ты торопишься. Смотри, в жизни человек сначала, к нему приходит мысль. А потом он говорит мысль сначала, а потом он говорит, а у тебя слова бегут впереди мысли. Вот смотри, там очень часто упоминается слово помню. Вот когда человек вспоминает, он же сначала представляет, а потом говорит. Вот как я сейчас, да? Вот я сейчас внутри у меня картинка. Я о ней рассказываю. Помню. Вот как там, да? Какие там слова были о том, что помню, вот там после помню. Напомни, пожалуйста. Там такого нету. Нет, нет, там много раз было слово помню. Помню там что-то такое, где-то в бараке и так далее, и так далее. Ну вот, хорошо, всё что угодно. Вот я помню, что в детстве, я жила в южном городе, я очень любила стрекоз. Сейчас очень мало стрекоз. А тогда казалось, что это какие-то невероятные самолёты. В детстве казалось, что это какое-то удивительное существо. И крылья, крылья их переливаются на солнце. Понимаешь, вот это я сейчас просто показываю, маленький кусочек того, как я вспоминаю. И тогда у меня получается живая история, понимаешь? Я действительно вспоминаю. Тебе необходимо пройти внутренне по вот этому, по вот этой прозе, очень хорошей прозе. И представить себе, как человек вспоминает. Сначала нужно увидеть картинку, а потом, понимаешь, внутри себя вспомнить. Тебе нужно нарисовать. Она будет твоей картинкой. Тебе нужно представить, как там было, как ты услышал это. Вот реально представить. Вот для того, чтобы ты репетировал, чтобы хорошо получилось, надо репетировать. Смотри как. Медленно. Тебе сестра поможет, она у тебя угодно. Ну да. Смотри как. Вот смотри, вот медленно-медленно. Потом ты будешь читать быстрее. Но надо накопить вот эти все картинки внутри себя. Вот смотри. Как будто бы ты сначала вспомнил, а потом сказал. Но представил, как кто-то закричал, как ты услышал какой-то голос. Понимаешь? Реально натренируй себя, чтобы ты умел это все представлять внутри себя. Это будет великолепно, Саша. Вот поверь мне. Это твой ключ для того, чтобы это классно прочитать. Вот поверь мне. Сначала представить. Это называется внутреннее видение. Понимаешь? То есть экран внутреннего видения, так говорил Станиславский. Сначала. Потому что в жизни всегда так человек. Он сначала думает, мысли ему приходят. А потом он говорит. А на сцене как получается? Ему дают текст, да? И он сначала бла-бла-бла-бла-бла. А куда видения делись, непонятно. Вот настоящий профессиональный актер, он должен сначала увидеть, натренировать себя, увидеть, а потом сказать. Вот ты подробно просто сам вечером сядь с этим текстом. И перед каждым предложением, перед каждым образом, да? Представь себе, что ты видишь. Что ты видишь сейчас, да? Какого? То есть подложи своего родственника, так далее, так далее. Подложи свое описание места, где это происходит. Это очень важно. Очень важно, вот место, где это происходит. Чтобы ты чувствовал эту атмосферу, понимаешь? Что ты в этот момент чувствовал. Вспомни свои воспоминания. Что ты чувствовал, когда очень страшно, понимаешь? Вот такие какие-то вещи. Очень важно проработать. Тогда это будет очень лично. И это будет все... Просто все будут просто рыдать, понимаешь? И мурашки будут от всех идти. Потому что сейчас эта история потрясающая. Но мы не успеваем за твоей мыслью. Мы слышим много-много слов, и мы перестаем понимать, о чем речь. Понимаешь? Так устроена человеческая психика. И так устроена зрительская психика, понимаешь? Потому что зритель же платит не за то, чтобы... И слушает актера не потому, что он много говорит слов быстро, а потому что он передает свои видения, передает свои эмоции, да? И это трогает, это отдача какая-то идет, понимаешь? Между актером и зрителем. Вот, Саша, так что у тебя все получится. Пожалуйста, поработай. Хорошо? Спасибо тебе большое. Спасибо. И вам спасибо. Очень приятно было с вами познакомиться, друзья мои. Хорошо, будем продолжать. Ну, счастливо. Давайте следующее слушать. До свидания. До свидания, друзья мои. До свидания. Так. Друзья мои, кто... Вот, кто-то я вижу. Так. Вот, нажимаю первых, вот кто. Магдалина Алексеева. Сейчас добавить. Ожидаем. Следующий, следующую исполнительницу. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй. Очень рада тебя видеть. Что ты нам будешь читать? На носилках около сарая. Так, хорошо. Ну, давай послушаем. На носилках около сарая. На краю отбитого села. Санитарка шепчет, умирая. Я еще, ребята, не жила. И бойцы в окне толпятся. И не могут ей в глаза смотреть. Восемнадцать. Это восемнадцать. И ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимых. Чтоб его глаза устремлены. Он влек сказали. Клыхание дыма. Страк увидит ветеран войны. С дрогником. И отойдет к окошку. Закурить, пытаясь на ходу. Подожди его же на немножко. В сорок первом он цветешь году. Там, где возле черного сарая. На краю отбитых села. Девочка лепечет. Умирай. Я еще, ребята, не жила. Магдалина Алексеева Дмитриевна. Магдалина. Очень приятно, Магдалина. Но очень, конечно, сложное это стихотворение. Молодец. Так замахнулась на такую сложную вещь. На очень взрослую. Очень трагичную. Правда? Молодец, что ты пытаешься, да, вот это понять и прочувствовать. Такие сложные вещи. Вот скажи мне, пожалуйста, Магдалина, 18 – это много или мало? Как ты думаешь? Мало, потому что это только взрослая жизнь начинается. Да, взрослая жизнь. А кто-нибудь есть из твоих знакомых, друзей, может быть, родственников? Кому исполнилось 18? У кого только начинается взрослая жизнь? Ну, нету, вроде бы. Нету, да? Ну, вот надо представить, понимаешь, очень важно понимать, что может чувствовать в такой момент человек, который только начинает свою жизнь. Ему так хочется жить, ему так интересно жить, да? Вот надо подумать об этом, поговорить с кем-то, может быть, с мамой поговорить. Именно понять вот это состояние. Вот ты можешь понять это на каком уровне, скажем, вот на таком, Магдалина, смотри. Вот тебе что-то очень-очень-приочень хотелось, но этого не свершилось совершенно. Вообще, ну, допустим, ты поехать куда-то хотела. Или тебе очень хочется, чтобы кто-то помирился, тот, кто близок тебе очень. Но ты страдаешь от того, что эти люди врозь, например, понимаешь? Вот какие-то свои такие вещи, тебе важно понять, что она чувствовала. Потому что сейчас немножечко ты идёшь вот не по внутреннему состоянию той девочки, да? Вот девушки, а по внешнему. Вот то, что она там плачет, это всё понятно. Это всё понятно, но надо понять, что она, что такое восемнадцать. Что это такое? Да. Нет. Что значит для этого человека и вообще для человека, когда невозможно, не будет этого никогда. Понимаешь, это так страшно, когда можно себе представить, что никогда этого не случится. Никогда это так страшно. Что вот никогда-никогда не случится. То есть, понимаешь, у неё только начинается жизнь, и она оборвалась тогда, очень давно, уже 70 лет назад. Представляешь, она была такая молодая, красивая. Вот надо попробовать понять, потому что очень сложно тебе, конечно, понять это сейчас, я понимаю. Но надо подложить, попробовать свои вот эти переживания, когда ты думаешь, когда ты, может быть, надо вспомнить, это такой актёрский труд, очень сложный актёрский труд, да? Надо тратиться, надо затрагивать какие-то свои внутренние такие ресурсы, и это больно иногда, больно. Надо вспомнить, может быть, тот момент, когда у тебя было такое отчаяние, ты заплакала даже, зарыдала от того, что нет, этого не будет никогда, чего-то не будет. Может быть, тебе что-то не подарят то, что ты хотела, или кто-то не приедет, или ты куда-то не поедешь. Вот надо вспомнить вот это своё переживание. Подумать в тишине, посидеть и представить, вспомнить, что ты чувствовала в этот момент. Вот надо, ты подумай, это тебе такое задание. Потом, Магдалина, смотри, вот тут тоже я перед этим разговаривала, да, с ребятами. Я говорила о том, что в стихотворении должно быть что-то одно главное. Вот надо тоже его, вот точно так же, вот ты сначала подумаешь, представишь, что чувствовала эта девушка, да, представишь, как это страшно, что она в этот момент, как ей страшно и больно, и не хочется, чтобы всё заканчивалось, да. А потом подумать, а что в этом, ещё раз прочитать стихотворение, и подумать, а что самое главное. Самое главное, потому что у тебя сейчас тоже всё-всё-всё главное, да. Ещё смотри, какая важная вещь, вот смотри, Магдалина, перед тем, как начинать, сейчас, миленький, сейчас, я сейчас скажу, перед тем, как начинать, обязательно подумай и представь, что перед этим было. Надо представить эту картину, которую ты видишь. Это называется шлейф, это, ребят, всех касается, шлейф – это то, что за тобой тянется. Вот ты встала перед камерой, или перед педагогом, или перед зрителями, да, тебе нужно сначала представить всё это, и как бы войти не Магдалина уже, а сейчас, а человек, который только что это увидел, понимаешь, не из пустого. То есть, вот, грубо говоря, там, я не знаю, я вот там разговаривала с кем-то, там, смеялась, хохотала, потом мне сказали, так, читай, жди меня, я вернусь, понимаешь, я не вошла в это, я пустая вошла, понимаешь, я не настроилась, я ничего за собой не притащила, а я должна настроиться, да, понять, кому я читаю, что я хочу сказать. То есть, войти не просто, вот так, просто, а, давайте будем читать про войну, а именно с каким-то внутренним переживанием, понимаешь, внутренней картиной, что ты видишь. Что ты хотела сказать, Магдалина? Ой, не слышно, Магдалиночка, поближе, поближе, пожалуйста, скажи, пожалуйста. Да. Самое главное там, конечное, я еще, ребята, не жила. Вот, я еще, ребята, не жила, но, по-моему, там дважды это встречается, да, я еще, ребята, не жила? Да, ну, конечное. То есть, ты считаешь, что самое главное в конце, да? Конечное, я еще, ребята, не жила. Хорошая мысль, Магдалина, правильно ты мыслишь, замечательно мыслишь. Но тогда, смотри, последнее, для того, чтобы это стихотворение, понимаешь, вот я тебе объясню, что в чем тут дело, это всех, ребята, касается. Если у вас все-все-все главное, зритель уже устает, и он не знает, к чему все тянется, уже все, он что-то переживал в начале, в середине попереживал, что я буду в конце писать? А нужно его за собой привести вот к самому большому переживанию, и поэтому, держа внимание зрителей, энергия, рассказываешь историю, как она лежит и так далее, и так далее, и потом в самом конце, я еще, ребята, не жила. Вот это, понимаешь, туда, наверх поднять, понимаешь, взять внимание зрителей, вести его за собой, веду, 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 веду к этому концу, к самой главной фразе. Он говорит, я еще, ребята, не жила, понимаешь, тогда зритель, понимаешь, когда ему все-все-все-все, да-да-да-да-да-да, все, главное, он устает, понимаешь, и не знает, зачем ему следить, а ему надо следить за развитием, понимаешь, что было развитие, да, Гдалин? Развитие, то есть вот развивается, 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 развивается и бах, понимаешь? Кочется. Да, такая мощная, кульминация это называется, вершина горы. Вот по горе идет, 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 да, человек альпинист, а потом он вошел на гору, вот самое главное, понимаешь? Понимаешь? У тебя все получится, ты молодец. Спасибо тебе большое, Магда. Есть вопросы у тебя? Ой, не слышно, Магдалиночка, не слышно, миленький. Я могу просто заснять и выставить на страницу. Но надо еще порепетировать, поработай так, как я тебя прошу, хорошо? Да. И так, чтобы если ты будешь читать такое стихотворение, будь добра, чтобы у тебя фон был хороший. У тебя сейчас там прекрасный фон, но он не подходит для военного стихотворения. Там сзади, видишь, у тебя там домики и все, и ты одета. Надо очень, чтобы сдержанный был фон, чтобы все были сосредоточены на таком трагичном, на трагичной истории, которую ты рассказываешь. А это все отвлекает, понимаешь? Это хорошо для веселого стихотворения такой фон. А для военного, для такого драматичного нужно, чтобы на тебе было сосредоточено внимание, чтобы было не пестрое платье, а какое-то очень сдержанное, однотонное, понимаешь? Надо поработать. Фон однотонный и, главное, настрой, понимаешь? Не цветочки, вот цветочки – это прекрасно, но не для стихотворения о войне, понимаешь? Понимаешь? Ну, давай, и удачи! Я буду ждать, когда у тебя все получится, буду смотреть. Спасибо тебе! Так, друзья мои, давайте следующий кто-нибудь, следующий исполнитель. Очень интересно вас слушать. Можно мне, конечно, друзья мои, можно всем, можно я, можно все. Да, давайте, присылайте свои. Конечно, Ольга Берггольц прекрасная. Все можно, друзья. Так, давайте, пожалуйста, мне, я не очень сильна в Инстаграме, вот, надо присылать ваши предложения, да, чтобы я вас могла подключить. Пока я что-то не могу. Вот, посмотреть. Все, включаю. Так, вот, первый кто был. Слушаем сейчас следующее стихотворение. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Как тебя зовут? Меня зовут Рада, я из студии «Актер». Очень приятно, Рада, я тоже из студии «Актер». Меня зовут Ася Алексеевна. Да, я вас видела. Я хочу прочитать стихотворение Анны Рахматовой. Ахматовой, Ахматовой. Мужество. Мы знаем, что мы. Стоп, Радочка, дорогая, сразу остановимся на секундочку. Смотри, я тебе просто хочу помочь сразу. Вот смотри, ты объявила до зала, надо сделать паузу. Потому что непонятно. Секретарение Анны Ахматовой, мужество, мы знаем. Ну как, я не понимаю, где начало, где конец, что это такое вообще. Поэтому спокойно объявила, сделала паузу, настроилась. Я рассказывала перед этим о шлейфе, помнишь? Это у каждого касается. То есть, что я вхожу в это стихотворение, с каким опытом, о чем я хочу рассказать. Вот понимаешь, как человек входит в комнату, ты сразу видишь, какой у него шлейф, да? Входит человек грустный. Значит, у него что-то, он за собой что-то тянет. Значит, у него что-то грустное перед этим произошло. Или наоборот, входит радостный. Значит, он принес что-то с собой радостное. Вот тут, в этом стихотворении же важен шлейф очень такой драматичный. Надо представить, с чем ты вошла в это стихотворение. Принеси нам эту атмосферу, понимаешь, Рат? Ты же, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Давай еще раз, хорошо? Не торопись начинать, хорошо? Анна Ахматова, Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пройдет на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя принесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Все, да? Так, хорошо, спасибо тебе большое. Прекрасный выбор, замечательное стихотворение, великая поэтесса. Это прекрасно, что ты интересуешься такой замечательной поэзией. Скажи мне, пожалуйста, Рада, как ты понимаешь, объясни своими словами. Мы знаем, что нынче лежит на весах. Это значит, что мы знаем, что происходит во время войны, и что случаются очень грустные вещи. Так, хорошо. Нет, смотри, Радочка, давай попробуем. Это очень, то, что я тебе сейчас предлагаю сделать, это делают профессиональные актеры. Если они не до конца, как бы, да, мы же учимся сейчас, правда, с тобой? Вот, учимся делать это профессионально. Вот, они для того, чтобы научиться профессионально это делать, они пытаются объяснить те вещи, которые сложно понимаются, объяснить своими словами. Сейчас ты мне объясняешь опять словами Ахматовой, а что, что значит лежит на весах? Что это значит вообще, что значит лежит на весах? Это значит, исмиряется. Вот, вот смотри. Вот весы, это две чаши, да, на весах? И вот если, допустим, есть зло, есть добро. Да? Вот фашизм – это зло, страшное зло, да? А есть добро, да? И вот смотри, весы, если вот это, если зло перевесит, понимаешь? Зло перевесит, то добро закончится, понимаешь? Зло может перевесить, и тогда будет конец. Сейчас на весах, что имеет в виду Ахматова? Она имеет в виду, что сейчас на весах лежит то, что страны не будет. Что все будут рабами. Смотри, что все будут рабами, понимаешь? Что придут фашисты и установят свои законы. Сейчас лежит на весах то, что России не будет. Представляешь, как это страшно. Мы знаем, что, да, мы знаем, что нынче лежит на весах. Мы понимаем, что лежит наша жизнь. Будут убивать людей по признаку того, ты мне нравишься, ты не нравишься, понимаешь? Ты там еврей, понимаешь? А ты русский, немец, понимаешь? Немец может жить, а еврей не имеет права жить, понимаешь? И то, что детей убьют и уведут в концлаге, вот это лежит на весах, лежит на весах, понимаешь? Судьба страны, судьба миллионов людей, миллионов людей, понимаешь? Вот это важно, понимаешь? Потому что эти слова, они начинают стихотворение. И как ты их скажешь, так зритель будет слушать тебя дальше. Так он будет за тобой двигаться, за твоей мыслью. И поэтому надо очень много вложить. Тебе необходимо, Рад, для того, чтобы отлично получилось стихотворение, тебе необходимо посидеть и подумать своими словами, пописать, может быть, да? Мы знаем, что нынче лежит на весах. Для себя представить, что для тебя вот может перевесить, что для тебя самое страшное, что может перевесить что-то хорошее, понимаешь? И представить, и тебе нужна эта первая фраза, очень важная у Ахматовой. То есть мы все должны понять, что происходит у нее. Какая вторая фраза? Мы знаем, что нынче лежит на весах. Дальше. И что совершается ныне. И что совершается ныне. Понимаешь, это не пустые слова. Не просто совершается война, а совершается страшное преступление перед человечеством. Люди, которые взяли, вот фашизм, ну это просто нечеловечество. Представляешь? Но это представить себе невозможно. Люди взяли, вошли в страну и стали всех убивать. Но это просто, это, это, это варварство, это зверство, это, ну даже звери на это не способны. Они не нападают вот так, да, понимаешь? Ну у них там свои законы, вот, звериные это нормально, да, природные законы, это уже другая история. А тут люди думающие. Вот для меня война это страшное преступление. Люди думающие, как можно себе представить. Вот я сейчас приду и начну всех стрелять, потому что я считаю, что я лучше. Понимаешь? Что совершается ныне? Совершается ныне страшное преступление. Не обязательно это кричать. Я сейчас очень эмоционально рассказываю. Но это как раз внутрь нужно. И что совершается ныне? Я знаю, что сейчас совершается. Я понимаю, понимаешь? Тебе очень важно понимать, что вот эти слова. Потому что там дальше ты лучше чувствуешь, безусловно. А вот начало, оно немножечко такое формальное, то есть это слова Ахматовой, не твои слова. Помни, что стихотворение, которое ты читаешь, ты должна читать так, как будто это я написала, я это почувствовала. Стихи очень личные вещи. Они очень эмоциональные, они образные, да. Мы же с стихами не разговариваем, да. И в каждом предложении стихотворения куча образов, значит, содержится, понимаешь? И поэтому очень важно, то есть образные слова, да, очень важно внутрь, вот это вот, внутрь свою историю вот эту вложить, да, о понимании того, что происходит ныне. Как это страшно. Как раз очень часто, когда эмоциональный какой-то взлет, люди не кричат, а наоборот, самое страшное, самое важное, они говорят даже тихо. Что совершается ныне, я понимаю, как, как, это, это не уму непостижимо, понимаешь? Вот надо проработать, потому что это очень-очень глубокая поэтесса, и поэзия ее очень глубокая. Она взрослая поэзия, ты взяла такую взрослую вещь, да, тебе нужно очень внимательно, ты почитай Абахматовой, у нее очень страшная была жизнь, очень страшная. У нее сын сидел в тюрьме, у нее там, ну, ужасное много, ужасно много трагических обстоятельств в ее жизни, очень страшных. Почитай об ее истории, может быть, ты лучше начнешь понимать то, что она писала. Хорошо? Ты молодец, ты молодец, спасибо тебе большое. Все, до встречи. Давай, до встречи. Друзья мои, кто следующий? Пожалуйста, предлагайтесь. Ну-ну-ну, друзья. Так, так, ставлю. Кто следующий? Вот, Софья Нестулиева. Ой, ой-ой-ой, технические неполадки. Сейчас Софья к нам. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Тебя зовут Софья, да? Да. Правильно, очень приятно. Меня Ася Алексеевна. Что ты хочешь нам прочитать? Я бы хотела прочитать стихотворение Юлии Друниной «Елка». На втором белорусском еще продолжалось затишнее. Шелк за... Последний декабрьский день. Сухаря... Ой, Софья, что-то завис... Извини, пожалуйста, зависла очень. Ты можешь начать попробовать сначала? Потому что зависла. Не было слышно. Было слышно только первую фразу. Давай. Там у тебя с интернетом ничего? Нормуль? Да, нормально. Зависает все время... Нормально? Хорошо. Послушаем. На втором белорусском еще продолжалось затишнее. Шел к закату короткий последний декабрьский день. Сухарями в землянке хрустели голодные мыши, прибежавшие к нам из сожженных до тла деревень. Новогоднюю ночь третий раз я на фронте встречала. Показалось, к концу не предвидится этой войне. Захотелось домой. Поняла, что смертельно устала. Виновата затишься, совсем не до грусти в огне. Показалось, могила в землянках четыре накатая. Умирала печурка. Под батник забрался мороз. Тут влетели со смехом из родной разведки ребята. Почему ты одна? И чего-то повесила нос. Вышла с ними на волю. На злой ветерок землянки. Посмотрела на небо. Ракета сгорела. Звезда. Прогревая моторы, ревели немецкие танки. Иногда миминометы палили. Не знала куда. А когда с полутьмой я освоилась, мало-помалу. То застыла, не веря. Пожарами освещена. Горделива и скромно красавица-елка стояла. И откуда взялась среди чистого поля она? Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели. Между банок с тушенкой трофейной висел шоколад. Рукавицу ее трогая лапы замерзшей вели, Я сквозь слезы смотрела на сразу притивших ребят. Дорогие мои д'Артаньяны из ротной разведки, Я люблю вас и буду любить вас до смерти. Всю жизнь я зарылась лицом в эти детства пропавшие ветки. Вдруг обвал артнолета и чья-то команда Ложись! Контр-атака пробил санитарную сумку осколок. Я бинтую ребят на взвесившемся черном снегу. Сколько было потом новогодних, Тверкающих елок. Их забыла, а эту забыть не могу. Так, хорошо, спасибо. Хорошее стихотворение. Есть о чем поговорить. Смотри-ка, Софья. Я профессиональные такие вещи буду тебе говорить. Вы же учитесь в профессиональной студии, да? И вам важно понимать, Как актеры работают над такими вещами. Вот смотри. Как ты считаешь, все-таки светлое это стихотворение или страшно-трагичное, вот страшно-престрашно-трагичное и драматичное? Ну, мне кажется, светлое, потому что увидеть ёлку среди войны, и ещё когда наряжено, хотя и не игрушки на гильзами, и вот шоколад, я сама знаю, потому что мне прабабушка рассказывала, как всё было на войне. И вот шоколад в то время, это было что-то, волшебно просто, как, не знаю, как сейчас наш, то есть для них это было что-то необычное, то есть если там тебе подарили айфоны, ты радуешься, то для них тогда и шоколад был просто чудом. Софья, вот ты сейчас великолепно рассказываешь, великолепно, от тебя оторваться невозможно. Вот так вот нужно читать это стихотворение, вот с таким светом, потому что это же были тоже дети, как ты, понимаешь? Ну, ты не девушка уже, да? Ты подросток, да? Но вот они такие же были, и они радовались всему. И это самое страшное, когда читают про войну, вот так, вот так, вот так, это не всегда цепляет. Пойми, я тебе профессиональные вещи говорю, понимаешь? Потому что это слишком перегрузно, понимаешь? И так, понимаешь, не надо играть слова, не надо их там, вот так это самое, их мочить, понимаешь? Для того, чтобы там зритель там... Наоборот, понимаешь, тут получается такой диссонанс, и когда ты говоришь о трагичном, ну, вот сохраняя вот это светлое ощущение от ёлки, это, вот эти слёзы, понимаешь? Слёзы до колен, понимаешь? А ты сразу начала очень трагично. Там же начинается не так трагично. Ведь потому что, понимаешь, как не ужасно это звучит, но этим людям, таким подросткам, как ты, девушкам, юношам, да, для них это уже была привычная жизнь. Они жили так четыре года. Четыре года, и они уже привыкли. Мы привыкли к мирной жизни, а они уже привыкли к войне, понимаешь? И вот, и опять, и каждый день у них одно и то же. У них же ничего не меняется, да, и ничего не предвещает, они не знают, вот они всё время живут в этом. Человек, как не страшно это звучит, ко всему привыкает. Мы сейчас тоже вот привыкли, да, уже к своей вот этой странному нашему положению потихоньку, да. Мы уже находим какие-то положительные вещи. Сначала нам было необычно и дико, и так они, мы всего месяц, полтора месяца в этом положении, а они четыре года. И каждую, все же они были такие же, знаешь, ранимые девушки, как ты, да, и юноша, которым хотелось счастья, радости, вот этой ёлки, да. И вот это, вот именно когда о таком трагичном рассказывают светло, вот это очень трогает. Ты прекрасно рассказывала о том, как твоя бабушка рассказывала. Прекрасно. Вот постарайся глазами вот этой, вот вспомни то, что бабушка тебе рассказывала, о светлом. Ты же знаешь наверняка о том, что люди, которые прошли войну, они очень не любят о ней вспоминать. Очень не любят. Они хотят как раз светлого, светлого, светлого. Они все время хотят, они и хотят про войну говорить, да. Они хотят наоборот, давайте говорить о светлом. Вот попробую это глазами, вот именно, вот такой девушке, которая ждёт чудо. Потому что они же такие же были девушки, юноши, они тоже мечтали о любви на этой страшной войне. И понимаешь, тогда получится у тебя контраст такой, когда сначала там светлое о том, что ёлка, я никогда не видела. Это же чудо, Господи, да пусть на егилисы. Но это же чудо какое, Господи, какое чудо. И тут вдруг опять что-то, Боже мой. И опять всё это вмешалось. Но я всё равно никогда не забуду, потому что это было чудесное посреди этого кошмара. Понимаешь, вот тебе нужно проработать это. Легче начинать. Именно начинать с тем, не надо вот я, ужас. Они так не думали. Это была уже их привычная жизнь. Как это не страшно звучит. Понимаешь, они не думали, и сегодня каждое утро вставали, и вечер каждый вставали. Боже, какой кошмар. Нет, они шли воевать. Понимаешь, они ждали чуда, они ждали подарков, они ждали писем. Это счастье было, понимаешь. Там какой-то подарок, какая-то конфета, это же счастье. И вот эти, как она обращается, это очень важно, да, к этим юношам, к тем, кто там сделает этот праздник. Это же такие чудесные, светлые моменты. Вот. И тоже там, у тебя тоже все очень важное, тоже надо найти кульминационный момент, потому что много кульминаций у тебя, много подъемов, много ярких мест. Понимаешь, да? Вот посмотри, в профессиональной практике у актеров называется контрапункт. Вот о том, о чем я говорила, называется контрапункт. Это когда о трагичном говорят светло. И это очень-очень действует. Вот попробуй, знаешь, такой перевертыш, потому что там как раз вот когда о чем-то таком, о трагичном так светло, потому что это же еще страшнее, что люди, люди вот так жили, и это для них было привычно. И они ждали все равно, потому что люди есть люди, они ждут счастья, ждут радости. Даже тогда, понимаешь? Проработай еще. У тебя обязательно здорово получится, просто ты перегружаешь немножко вначале, понимаешь, сразу трагичность такая, бубук нам по башке, и нам уже не на что надеяться, понимаешь? Я так с юмором тебе рассказываю. Вот, а так ты большая молодец. У тебя обязательно получится, но легче, легче начинай, и найди там просто, потому что сразу, мы потом уже не ждем чего-то трагичного, потому что мы уже, нам трудно уже тебе сопереживать, если ты с самого начала трагедию, понимаешь, нам тащишь, вот, понимаешь? Понимаешь? А потом, когда реально будет какой-то, тогда мы тебе будем сопереживать, понимаешь? Тогда мы за тобой пойдем, тогда мы будем, будем потрясены твоим рассказом. Понимаешь? Да. Поняла меня? Да. А, умница. Софья, спасибо. Давайте следующего послушаем. Спасибо вам. Да. Всего хорошего. Друзья мои, давайте, осталось у нас немного времени, очень хочется еще послушать вас. Вот, посмотрите, смотрю. Так, первая Варвара. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Тебя Варвара зовут, да? Да. Да, очень приятно, меня Ася Алексеевна. Что ты нам будешь читать, Варвара? Муса Джалиль, Варварство. Они с детьми погнали матерей, И яму рыть заставили, А сами они стояли, Кучка дикарей, И хриплыми смеялись голосами. У края бездны Выстрелили в ряд Бессильных женщин, Худеньких ребят. Пришел хмельной майор, И медными глазами Окинул обреченных. Мутный дождь Шумел в листве Соседних рощ, И на полях Одетых в голову, И тучи опустились Над землею, Друг друга С бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня, Я не забуду никогда вовеки. Я видел, плакали, как дети реки, И в ярости рыдала мать земля. Своими видел я глазами, Как солнце скорбное, Омытая слезами, Сквозь тучу вышло на поля. Последний раз детей поцеловал, Последний раз. Я слышал, Тяжелый дуб сварился вдруг. Он падал, Издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг, Прижались к матерям, Цепляясь за подолы. Вдруг в выстрел раздался резкий звук, Прервав проклятие, Что вырвалось у женщины одной. Ребенок, Мальчуган больной, Головку спрятал в складках платья, Еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна. Как не лишиться ей рассудка, Все понял, понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня, Не надо умирать. Он плачет и как лист держать Не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже. Нагнувшись, подняла двумя руками мать, Подезжала к сердцу, Против дула прямо. Пусти меня, пусти, чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок. И страшен плач, и голос тонок, И в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, Сейчас не будет больно. Закрой глаза, Но голову не прячь, Чтобы тебя живым не закопал палач. И он закрыл глаза, И залила кровь по шее ленты, Стояла, избиваясь. Две жизни на земь падают, Сливаясь. Две жизни, и одна любовь. Гром грянул, Ветер свистнул в тучах, Заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, Что с тобой? Ты часто горе видела людское, Ты миллионы лет свела для нас, Но испытала ж ты хоть раз Такой позор и варварство такой. Страна моя, враги тебе грозят, Но выше подними великой правды знамя, Омой его любви кровавыми следами, И пусть его лучи пронзят Тех варваров, тех дикарей, Что кровь детей глотали жадно, Кровь наших матерей. Так, хорошо, Варвара, спасибо. Скажи, пожалуйста, Ну, очень сложное, конечно, Ты стихотворение взяла, Вот, очень такое взрослое, Очень-очень приоченье. И задача у тебя непростая, скажу тебе, Но это здорово, конечно, Когда человек ставит перед собой Очень мощные и большие задачи. Но поработать тебе придется Над этим стихотворением много, Для того, чтобы его прочитать здорово, Прекрасно, и так вот, Так, чтобы, в общем, Там очень о страшных вещах рассказывается, Но для того, чтобы зритель проникся, да, Чтобы зритель тебя понял. Во-первых, скажи, пожалуйста, А ты читала его по... Или ты наизусть его читала? Ну, сейчас наизусть. Наизусть читала, да? Ощущение было, я просто глаз твоих не видела, У меня ощущение было, что ты читала, У тебя там книга стоит, нет? Нет. Нет? Так, ну, хорошо. Понимаешь, тут описано о таких страшных вещах, Варвара, которые вот даже я представить себе не могу. А я уже человек, ну, в несколько раз тебя старше, да, Многое переживший и так далее, и так далее. Но я не могу себе представить такую страшнейшую картину, Когда убивают людей, тем более маленьких детей. Я не могу себе представить. Это можно сойти с ума, да? Но я, как профессиональная актриса, Как бы вышла из этой ситуации? То есть я бы начала, если рассказывать, То это было бы неправда, Мне бы не поверили, Потому что я этого не переживала. Это только тот, кто может это пережить, Может такие вещи рассказать. Что делают актеры в такой ситуации? Они подкладывают какие-то свои Очень трагичные события из жизни. Самые трагичные. Ты взяла самые трагичные. Вообще, что может быть? Это убийство ребенка и массовая казнь и так далее. Это самое страшное, что может быть. Невозможно себе представить. Ты еще человек, вот как бы, Я бы тебе посоветовала, будешь постарше, Я тебе непременно посоветую там фильмы, Которые нужно посмотреть, Но пока тебе их рано смотреть, Потому что они очень страшные. После этого я видела, Как взрослые люди плачут над некоторыми фильмами, Которые помогают это все понять. Мы же не пережили войну, понимаешь? Как мы это можем понять? Мы можем только Великие произведения искусства посмотреть И понять, что переживали эти люди. Вот именно у кого-то профессиональных, Великих режиссеров научиться. Вот смотри, тебе необходимо Сделать большую работу. Тебе нужно посидеть и вспомнить, Когда в твоей жизни было что-то, Ну очень, самое-самое-самое. Вспомнить несколько моментов. Тебе надо одной посидеть и поработать. Что ты в этот момент чувствовал? Это, наверное, было связано С каким-нибудь твоим близким человеком. Желательно, чтобы это была история Связана с твоим близким человеком, Когда тебе было его безумно жалко. И что-то с ним происходило Такое необыкновенное. И надо посидеть. Тебе обязательно сейчас это рассказывать. Это могут быть очень личные вещи. Но тебе необходимо Это внутренне представить. И не торопиться. Потому что там то, что ты говоришь, Это очень страшно. И каждый раз представлять, Подкладывать именно свое переживание. Со всех сторон посмотреть на эту ситуацию, Которая была в твоей жизни очень страшная. И посидеть так вот, Что я тут могла бы чувствовать. Именно какую-то свою Драматичную историю подложить Под историю Мусы Джалиля. Понимаешь? Он-то уже писал, Он был, Он, пожалуйста, Видел войну, Видел эти все ужасы. Он потом был очень-очень опытный, Взрослый человек. Понимаешь? Тебе, Ты взяла себе очень сложную задачу актерскую. Поэтому ее можно решить, Только вот именно проработав, Именно на опыте своем. Наверняка у тебя что-то было Очень драматичное. Да? И тебе нужно подробно пережить, Раз уж ты взяла такую вещь. Потом, Я бы, конечно, Там вместе с мамой Нужно поработать Или с педагогом Потом, Когда вернешься в студию, Да? Когда вернутся все. Надо подсократить, Потому что огромное стихотворение. Сложно даже большому Профессиональному актеру Читать такой большой объем. Понимаешь, дорогая моя? Там можно сократить Какие-то вещи И собрать его, Сделать его компактнее. Может быть, Какую-то часть прочитать, Отрывок. Это тоже хорошо. Но отрывок, Который лучше всего У тебя получается. Но это надо проработать с текстом. Это если тебе мама поможет, Возможно, да? Вот с кем ты работаешь над текстом. Было бы хорошо, да? Вот с твоими близкими людьми. Ну, вот такая история. Варвар, Ну, ты, конечно, Мощная взяла Такой старт, Скажу тебе откровенно. Даже взрослому Профессиональному актеру Сложно такое стихотворение читать. Вот. Ты в следующий раз Бери все-таки что-то такое, Что С этого надо Надо учиться. Надо начинать с того, Что тебе очень понятно, Понимаешь? А тут, ну, просто страшно Представить себе, Что Ты видишь Гибель Маленьких детей. Ну, это можно сойти с ума, Понимаешь? Это то, как это пережили люди, Невозможно представить себе, Понимаешь, Дорогая? Вот. Поэтому Я тебе желаю Очень Мощно проработать, Попробовать именно Личные какие-то вещи Подложить туда, Да? И чтобы это Прозвучало лично И взять какой-то отрывок, Который вот Наиболее тебе понятен, И под него ты можешь Подложить свои Какие-то трагичные И тоже Начинать нельзя Просто так С бухты-барахты. Понимаешь? Ты очень-то Объявила И потом сразу начала Надо же представить это все. Опять-таки Вот шли Предлагаемые обстоятельства То, что ты видишь Перед этим. Он же видит это, Он вспоминает это, Или он сейчас это видит. Надо это придумать, Надо это проработать.